добрый добрый день уважаемые зрители моего канала ну вот на этом у нас начинается сегодня видео я такие видео ужасно не люблю но приходится показывать так как ваши вопросы на эту тему но постоянно и постоянно значит сегодня час икс для наших петушков малинов у нас уже не первый петушок вот так выглядит как говорится уже полуфабрикат на сейчас одно слово буквально о лобном месте как это удобно сделать у нас есть такой вот лесочек близкая подходить туда не буду смотрите видите дерево на дереве прибит дорожный конус то есть туда помещается птичка перерезает артерии то есть полностью сливаем кровь кровь должна выйти абсолютно вся после этого после этого мы идем с нашей птичкой вот сюда вот сюда на мангале на мангале все проще простого на мангале у нас греется вот такой бак прямоугольный сейчас прямоугольный бак нагревается он очень быстро ну и все по накатанной макаем туда петушка и вот там на лавочке вон там видите у меня пакеты там на лавочке я сижу общипываю один товарищ там уже готов пока я щипала муж следующего петушка зарезал господи даже слово страшное так сейчас он этого забивает его опалит в общем у нас такой конвейер достаточно быстро все получается на одну птичку у нас уходит в среднем 10 минут на все про все в пакет собираем перья все это здесь потом вы очищается протирается и до свидания так но я начинаю приступаю вот к этому красавчику петушки тяжелые с ними мне тяжело конечно управляться ну поэтому у меня на подмоге сегодня муж вес будет в конце ролика взвешу обязательно может быть не всех но одного точно взвешу посмотрим сколько у нас набрали вес на пастбищном содержание малины в шесть месяцев птичка у меня не на откорме последнее время вообще вынуждены на все так как у нас вся птица на диете соответственно они были на диете ну тем вкуснее мясо меньше жира будет все ребятки еще включусь не прощаюсь и так друзья но мне довелось первый раз обрабатывать птичку мясной породы сразу хочу сказать ну конечно конечно птица отличается от обычных мясо яичных кур по своей массе по своим мышцам то здесь окорочок такой знаете какой девушки серьезно вот когда мы убирали индюшек в 120 дней вот примерно тушка была очень похожа к сожалению у нас спонтанно все это собралось успели они покушать так что красиво не получится разделать придется здесь надсекать вырезать зуб но тем не менее мы все равно взвесим это не имеет значения это нам не для продажи а для себя супчик варить в общем что смотрите прекрасная тушка это в шесть месяцев и я могу сказать что я передержала можно было на два месяца раньше их убирать визуально я могу сказать что они были точно такие же даже больше того они ушли в линьку как известно в линьке птица худеет так что до шести месяцев мне кажется и не было смысла держать вот и спинка ровно то есть вы понимаете петушок так петушок мне доводилось больших количествах ну бройлеров я сейчас не обсуждаю немножко я это рванула посильней не по одному перышку а хотела пучок вырвать ну очень вырвала но неважно мне доводилось больших количествах убирать петушков московских черных кучинских адлерских там конечно в четыре месяца петушок но в два раза меньше это точно у него совершенно не нагулена вот это мускус мускульная часть они в общем то ну такие вот знаете кто помнит времена ссср вот эти сильненькие курочки худенькие вот это как раз было из той оперы тем не менее люди очень и очень с удовольствием таких петушков у нас раскупали причем мы их продавали в полтора раза дороже чем бройлеры так как птичка и растет дольше в два раза но бройлеров даже в какое-то время люди когда попробовали тех петушков отказались абсолютно от них или брали на жарку на супчик именно вот те петушки были то что нужно здесь мы тоже попробуем это для нашей семьи для внука для нас для всех будем варить лапшичку он у нас очень любит ну в общем смотрите что еще хотел сказать визуально вообще тушка шикарная шикарная в шесть месяцев отлично сейчас посмотрим какой будет вес так ну меня ждет следующая тушка я побежала и мы с вами встретимся я не прощаюсь закончила я ощупь и потрошение что получилось вот эти лапы с головами ой рука грязная лапки с головами ошпарится будут собачкам вариться значит обращайте внимание обязательно на органы печень должна быть вот такого здорового цвета никаких точек никаких разводов никаких желтых белых краплений не должно быть вот абсолютно здоровый печень это показатель вашей птицы сердце нормальных размеров ни в каком-то не в пленках не в пятнах ни в чем вот такой здоровые сердечко обязательно должно быть желудке тоже нормального размера то есть вот по состоянию органов мы можем судить о здоровье птицы птицы у нас до рова дальше а вот такой ведерко у меня получилось это все вместе здесь и кишки семенники и все остальное это я благополучно сейчас несу птичкам вываливаю и они будут это употреблять вот такой пакет с пером у меня здесь перу все все убираю все вытираю мои руки и иду заниматься дальше петушками взвешивать и так далее не прощаюсь ну и наконец взвешиваем тушку петушка весы у нас включаются на нуле берем петушка укладываем укладываем 3 690 распотрошенный без головы вы знаете я честно говоря довольно очень весом так как конечно потенциал у этой породы на набор веса гораздо большего если вы петушки были на откорме на высоко протеины протеиновом корме если по не сидели в вольере они бегали по участку и в общем-то на подножном корме но этот показатель веса меня очень очень даже устраивает потом как я уже сказала петушки успели войти в линьку потеряли массу я думаю что следующие возможности если будет я все-таки попробую убрать их 4 месяца как мне рекомендовали насколько я знаю 4 месяца тушка было 4 килограмма у моей приятельницы которая держит эту же самую линию но ничего ничего в любом случае любом случае показатель меня устраивает вполне очень много мякоти на корочках на грудке есть что поесть вот такая на сегодняшний день альтернатива бройлеров но во всяком случае для меня не буду больше держать до 6 месяцев и совершенно точно сейчас начнутся массовые выводы породы михеленская кукушка аута сексная там в первые сутки понятно где петушок петушки сразу будут как говорится в сторону мальчики налево девочки направо и буду их выкармливать попробую покормить ну допустим как бройлеров да только чуть дольше буду держать со второго месяца не на забой а переведу на зерно смесь два месяца подержу на зерно смеси и вот тогда тогда мне кажется будет объективный корректный вес тем не менее все хорошо все мне нравится вам всего доброго до новых встреч друзья решила дописать этот ролик рассказать о том как мы перерабатываем и храним мясо домашней птицы мякоть мы перерабатываем на фарш здесь грудки и бедра из фарша мы потом делаем вкуснейшие пожарские котлетки наша семья их очень любит сразу порционно раскладываю по пакетам голени я упаковываю вакууматором в вакуумные пакеты почему именно так обычно если заворачиваем мясо помещаем в полиэтилен после разморозки мясо серое неприглядное и сухое в вакууме мясо сохраняется как свежие после разморозки она сочная она не теряет своего красивого цвета и вообще своего товарного вида ну в общем мне нравится упаковывать мясо вакууматором данный вакууматор мне предоставил минифермер точка ру и он очень бюджетный занимает очень мало места но тем не менее он очень простой и очень удобный его везде можно положить в любое место и в общем-то под рукой и всегда достал можно вакуумировать овощи и ягоды да все что угодно естественно срок хранения ваших продуктов при этому увеличивается вдвое то и втрое включаем вакууматор в сеть открываем размещаем пакетик ровно край так закрыли и включаем эту кнопочку чуть-чуть прижимаем крышку так видите пошло вакуум пошел когда воздуха не останется у нас индикатор загорится красным это будет означать то что наш вакууматор упаковщик паяет край вот сейчас он паяет ждем зеленого индикатора не моргающего все все это буквально несколько секунд но посмотрите посмотрите вакуум закрыта какой шикарный край как хорошо закрыт здесь нет воздуха соответственно наша продукция будет сохраняться в изначальном красивом виде знаете какая красота все мясо не обверим не обветривается не вымораживается то есть она остается красивым и сочным вакууматор упаковщик ребят делал между прочим незаменимая вот коробочку специально нашла хотя я им пользуюсь уже давно вот такой вот экземпляр меня смене фермера . ру я обязательно дам ссылочку стоит он порядка 1200 то есть очень бюджетный вот очень бюджетный пакеты пакеты можно приобрести вот такие вот с рифленым низом есть пакеты в рулонах то есть на ваш вкус и в общем-то на любые деньги размеры пакетов тоже любые то есть вы можете взять такой формат и меньше и больше совершенно можно под зелень вот зелень я тоже упаковываю но зелень я для зелени взяла маленькие пакетики очень удобно но чтобы на пару раз хватило так что нет смысла до запечатать зелень потом открытие по 1 чайной ложечки оттуда брать какой смысл тогда сохраняется все как будто только с грядки если это зелень или овощи если это мясо как будто в мясо парное не вымораживает смотрите какое красивое смотрите красота красота ребят очень рекомендую советую так ну что в общем то я вам обрисовала картину до голени мы вакуумируем так фаршик то что у нас остались косточки мы их мелко рубим на бульончик убираем вкуснейший бульон получается и все вот наши петушки переработаны еще раз подытожу а михеленская кукушка мне очень понравилось по содержанию по выходу мяса ну и наверное будет справедливо если будет ролик когда мы будем дегустировать мясо михеленской кукушки я смотрела видео обзоры это был первый самый важный критерий там где блогеры дегустировали завязанными глазами можно сказать так мясо разных пород кур и михеленская кукушка была на первом месте по своим вкусовым качеством я надеюсь что мне тоже понравится внешне во всяком случае не превзойденный пока вариант из того что я видел до этого по голеням но вообще вот посмотришь по конфигурации можно сказать что это похоже на молодую индейку также как и само мясо по своей фактуре в общем то вы знаете когда я их ощупала вот я вам показала тушку точно так же выглядит и тушка индейки вот абсолютно точно так же но не зря же михеленскую кукушку еще называют индюкоголовая то есть это при приближенное по вкусу и по своим характеристикам мясо ну на самом деле наверное все теперь вот здесь